Теперь бы я хотел обратить ваше внимание на, может быть, не другую, но несколько необычную формулировку или несколько необычный подход к родословиям. Некоторое время назад ею поделился со мной мой друг Равин, мессианский Равин, который очень серьезно знаком с текстами, еврейскими текстами, и он пытается осознать эту всю историю, родословие в том числе, согласовать ее с еврейским подходом или с еврейским мидражом. Для того, чтобы мы дальше могли с вами продолжить наше изучение, мы должны понять, что такое мидраж. Мидраж – это еврейское слово, которое происходит от корня «толковать». Это рассказ, который ставит свою целью, и тут распадается понятие мидраж, как жанр древнееврейский, сопутствующий времен Иисуса. Это были толкования, которые преследовали двоякие цели. Так называемый аллахический мидраж или мидраж хождения в Господе Боге был предназначен для того, чтобы вывести некие легализмы или поведенческие нормы, как человек должен ходить, следуя тексту Писания. Это аллахический мидраж. Была другая форма мидража, которая называлась агодический мидраж. Агодический мидраж мог рассказывать все, что угодно. Это была простая экзегеза текста. Это могла бы быть ссылка на традицию, на историю, на некий анекдот, на некое толкование, поучение и так далее. Все то, что должно было создать канву литературную того времени, на которой, собственно, и развивались, на той почте развивались все библейские события. Поэтому принято считать, я считаю это здравым подходом, что Писание, новозаветные тексты, Евангелие, в частности, представляют собой ничто иное, как еврейский мидраж. Ибо это была та форма, которая была доступна и понятна для понимания еврейским народу. Имя Матфей на еврите звучит как Матай. Если я иногда буду заменять имя Матфей на Матай, а Иисус на Иешуа, и судите меня строго, просто чтобы вы знали, что мы все-таки пытаемся подойти к этому тексту по-еврейски. Еврей подходит к тексту по-еврейски и пытается объяснить нееврейскому и еврейскому. Слушателю и зрителю, что же это на самом деле значит. Итак, начиная свое повествование, Матай начинает его именно с родословия Аишуа. И он сразу же устанавливает некоторую связь между своим рассказом и Торой. И увязывает его как собственно с ее текстом, так и сопутствующей ей мидражами. В свое время у иудеев существовал даже специальный, некий подготовленный к запоминанию список десяти родословий или десяти генеалогий, указанных в Торе. Например, «А вот де Раби Натан». Я прочитаю. Такими же словами, вот книга родословия, начинается рассказ, говорится в этом мидраше об истории человечества с Берешит или книги Бытие 5.1. Нет сомнений, что Матай, это уже наши слова, обращает мысль читателя сразу именно к этому стиху и к его теме, которая так раскрывается в другом мидраше, в мидраше Раба, на книгу Бытие 24 глава. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе из не может предо мною дух и всякое дыхание». На иврите «дух и ветер» – это одно и то же слово, мною сотворенное. Текст, естественно, из Исаии, 57 главы, 16 стих. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу», говорит мидраж, «тяжбу с кем?» «С Адамом, и не до конца гневаться». На что, говорит мидраж? «На порождение его, иначе из не может предо мною дух или ветер», – сказал Рабий Хона. «Когда выходит этот ветер, Всевышний направляет его на горы и высоты и предупреждает его, будь осторожен, чтобы не повредить моим созданиям». «Что значит изнемогает дух мой?» – спрашивает мидраж. И в этом притча и аллюзия на молитву Ионы, который сказал, «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Иона 2, 8. Сказал Рабий Хона. «Три ветра были посланы Всевышним, которые, если бы им не был положен предел, разрушили бы мир. Этот ветер во времена Ионы, во времена Иова и во времена Илии, ветер во время, когда был Иона на корабле, топил корабль. Ветер разрушил дом сыновей Иова, но они несравнимы с тем ветром, который увидел пророк Илия. Тот ветер разрушал горы и крушил вершины». И тогда сказал Рабий Танхум, «Не придет сын Давидов». Это ожидание евреев, мессии, мидраши, написанные приблизительно времен Иисуса. «Не придет сын Давидов, доколе не будут сотворены все души, которые были в замысле Всевышнего, чтобы сотворить их, как сказано, всякое дыхание мною сотворенное, то есть ради всего сотворенного. И эта сотворенная есть книга родословия Адама». Таким образом, уже первые слова повествования о человечестве, они как бы приготавливают нас к пришествию Мессии, сына Давидова. Как мы видим, по замыслу Матфея, родословие Иисуса приводится не только для того, чтобы показать его происхождение от Авраама и до Давида, но в целом представить собой некий исторический экскурс или мидраж. Что интересно? Вообще-то говоря, если бы идти еврейской традицией, то родословие происходит от слова «йолид» или «родил». Поэтому у нас может создаться впечатление, что в первом стихе или первой главе Матфея не происходит родословие Иисуса, а наоборот происходит родословие Авраама. Потому что в еврейской традиции не перечисляли предков, но всегда перечисляли потомков. Из чего мы делаем вывод, что Матфей хочет на самом деле показать созвучное Иоанну предсуществование Иисуса. Это ему, безусловно, удается. Я хочу обратить ваше внимание на второй стих, в котором говорится у Матфея. Авраам породил Исхака, Исаак породил Иякова, Ияков породил Иуду. И так далее. Почитав, например, в другой еврейской книге «Сефер Тольдот Ешуа» или книга по рождению Ешуа, читатель ожидал бы перечисления его потомков, но не предков. Матфей начинает еще раз повториться этот важный рассказ таким образом, чтобы указать, что Иисус принадлежал к вечности. Естественно, жил, я не знаю, можно сказать ли жил, а Боги. Но существовал всегда. В третьем стихе мы читаем, что Иуда родил Переса и Зераха. Имя Зераха упоминается здесь для того, чтобы показать, что Тамар или Фомарь родила близнецов. Естественно, мы говорим опять о том, что в родословие введена женщина. И очень часто пытаются, как мы с вами уже говорили, объяснить, что женщина вводится для того, чтобы показать, что они были язычницей, четыре из них, и тому же, что они были грешницей. Однако, если мы смотрим с еврейской точки зрения, нет никаких доказательств, что, скажем, Фомарь была нееврейкой, или нет никаких доказательств того, что Руфь была грешницей. Существует еще одна интересная деталь. Эта деталь связана с Равью, или Рахав, как называется. Дело в том, что сводить здесь Рав к понятию блудницы было бы чересчур, наверное, легкомысленно, потому что в Септуагинте на текст Торы Рав и Рахав здесь – это два разных имени. Поэтому обязательно сводить или приводить вот ту Рахав, или Блудницу, или Рав, Блудницу, которая была при взятии Ерехо, и сводить ее сюда в Евангелие от Матфея было бы, наверное, немножко самонадеянно, не говоря уже о том, что, согласно еврейской традиции, конечно, это всего лишь остается традицией, Раав Блудница впоследствии стала женой Иисуса Навина. И если это было так, то, конечно, огромный вопросительный знак, то отпадает всякая возможность произвести на свет Иисуса, поскольку понятно, что тут были две различные генеалогические линии. Я бы хотел еще сказать несколько слов в отношении вот этого знаменитого числа 14, о котором часто говорится, что без сомнения имеет место, но очень поразительные буквально отрывки из еврейских древних книг. Например, я буду цитировать. Книга Лекет Йошер, это древняя еврейская книга, приводит в медраж о том, что гематрия имени Давид, мы говорили с вами о том числовое значение, равняется числу 14, потому что, я хочу напомнить, это не христианская книга об этом говорит, это еврейская книга, потому что от Авраама до Давида 14 поколений. Обратите внимание, как интересно пишут об этом древние еврейские авторы, не христиане. Сам же Давид уподоблен Луне, как сказано, как Луна утвержден будет он вовек и свидетель верный небесах. Это известный стих из книги Псалмов. Продолжаем, что говорит медраж. От рождения Луны, то есть Авраам, до полной Луны, до Давида, 14 дней или 14 поколений. Матфей развивает этот медраж, говорит, до уменьшения Луны, то есть переселения в Вавилон, 14 поколений, а потом до нового полнолуния Мессии, еще 14 поколений. 14, 14, 14. Связь прямая с именем Давида. Но более того, до еврейского читателя очень важно и очень очевидно, еще несколько параллелей связаны с числом 14, плюс 14, плюс 14. 42. Я цитирую. От Авраама до Мессии, число 42, то есть имеется в виду 42 поколения. Исход из Египта, прообраз приносимого Мессией избавления, говорит еврейская мудрость, состоял из 42 походов. Не правда ли интересно, из 42 походов. Современникам Матфея было известно представление, что древо жизни, о котором мы говорим в книге Бытия, и которое посажено посреди райского сада, представляет собой дерево, еще один сюрприз, 42 ветвями, на которых как плоды расположены князья народов, то есть их небесные покровители. Более того, более того, медраж на книгу Псалмов говорит, что когда Всевышний увидел, что народ поклоняется Тельцу, он приготовил, внимание, 42 тысячи колесниц, чтобы явиться и наказать сынов Израилев. Там же указывается, в этом медраше, это медраж, написанный во времена Иисуса, что 42, это число, ни много ни мало ангела смерти. И согласно галилейскому преданию, вполне возможно, и оно абсолютно было распространено во времена Иисуса и Матфея, когда создавалась Евангелие от Матфея, то в Танахе 42 раза, такое было представление, встречается выражение «царь Давид», хотя на самом деле их меньше. Но это было распространенное мнение, которое мы узнаем из этого медраша, что позволило, мы читаем уже опять в этом медраше, ангелу смерти подступиться к Давиду. Таким образом, мы понимаем, что 14, 14 и 14, в сумме свои 42, это были некие законченные, конечные числа, и когда Господь превозмогает вот эту вот конструкцию, он, не давая подступиться к ангелу смерти, к еврейскому народу, он как бы предлагает спасение, являет себя царем вот всей вот этой вот числовой гаммы, зафиксированной в то время среди еврейского народа. Я буду заканчивать отчет наш с вами о генеалогиях или о родословиях, но суть сводится к следующему. Это очень важно. Эти родословия не создавались на пустом месте. И цель их построения была в том, чтобы, обратившись к израильскому или к еврейскому народу, в случае с Матвеем, добиться наибольшего эффекта. Для этого, это важно, Матвей должен был разговаривать не просто на языке, а на языке понятий этого народа, используя традицию того времени, используя те методы, которые могли бы найти наибольший отклик. И вот то, что мы здесь видим, построение родословий, числовые упоминания, упоминания женщин, которые, кстати, в контексте всего прочего, невозможны в строгой родословной, но абсолютно возможны в мидраше, о котором мы говорили. И цель состоит в том, чтобы привлечь внимание некой необычностью. То есть, если идет простое, построенное по всем законам повествования, и туда вводится необычный элемент, это сразу мидраж. Но именно наличием введения необыкновенного элемента подчеркивается, что речь идет о чем-то совершенно невозможном, до сих пор невиданном. И в этом, если хотите, богословский смысл вот этих мидрашей, которые мы с вами называем родословиями нашего Господа Ишуа. Хочется обратиться к вам словами известных ведущих. Не переключайтесь, ибо вы на том самом правильном канале, на котором ослышится Слово Божие. И даст Бог, может быть, в конце, когда закончатся все вот эти передачи, мы с вами сможем понять, что же на самом деле о жизни нашего Господа нам хотели сказать евангелисты. Оставайтесь с нами, оставайтесь в Иерусалиме. И благословит вас Господь Бог. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok